В Германии готовится изъять из продажи популярный детский шоколад Kinder. Контролёры нашли в кондитерских изделиях продукты, больше походящие на продукты машиностроения. В плитке каким-то образом попало минеральное масло, которое может вызывать тяжёлые заболевания, в том числе и рак. Что это на результат технологической ошибки или обман потребителей? Миниэкспертов выслушал Александр Романов. От травы в самой популярной кондитерской продукции тревогу бьют немецкие органы по контролю за качеством питания. По меньшей мере в трёх наименованиях известных марок, в том числе в Kinder Riedel, в России она известна под названием Kinder молочный ломтик. Обнаружены ароматические минеральные масла, смазка с контейнера, в общем то, чего есть нельзя. Минеральное масло это продукт химической промышленности, который добывается из нефти. Он используется для того, чтобы стабилизировать наш продукт, чтобы его было проще упаковать. Это масло накапливается в организме и, соответственно, потом вызывает аллергические реакции. И не только аллергии. У немецкие специалисты предполагают, что точно так же машинное масло может вызвать рак и генетические мутации. В первую очередь обеспокоиться нужно родителям. Техническое масло, оно может быть и само по себе крайне опасно. Присадки, которые туда добавляются, они могут вызвать и раздражение желудочно-кишечного тракта ребёнка, острое токсическое повреждение печени, вплоть до поражения нервной системы. Российские специалисты напоминают, что даже без маски кондитерские фабрики и так часто злоупотребляют опасными соединениями. Например, когда экономят на самом дорогостоящем компоненте шоколада, какао-масле. Без него шоколад теряет запах и вкус. Проблему решают, добавляя более дешёвую химию. Для того, чтобы это пахло шоколадом, нужно добавить ароматизатор. Для того, чтобы это можно было хранить, нужен консерватор. Для того, чтобы это формовать и сделать конфету со стенкой 2 мм, нужен стабилизатор. То есть вы набираете бензойные соединения на букву Е, целый ряд, которые, собственно, и влияют на всю иммунную систему человека. Маркетологи говорят, что в современных реалиях это в порядке вещей. Рынок поделен между мегакорпорациями, которым в массе интереснее продавать, чем следить за качеством. Используя ту репутацию, которая сложила за предыдущее время, они могут сейчас, собственно говоря, снимать сливки и на товаре, который ниже качеством, чем он был несколько лет назад. Самое главное, сделать красивую упаковку, а что внутри, собственно говоря, уже и не важно. Немецкие органы контроля в первую очередь уведомили о страшных результатах проверки производителей. Предложили тем публично отозвать канцероденный шоколад, но те отказались. Теперь результаты экспертизы стали всеобщим достоянием. И корпорациям, которые так любят экономить, грозят по-настоящему серьезные убытки от штрафов и от того, что потребители от них отвернутся.